Доброе воскресное утро, уважаемые телезрители! С именинами нас всех! Сегодня Церковь, исчисляя лики всех угодивших Богу, воспевает. Придите все, духовно возвеселимся о памяти святых! Сегодня престольный праздник Всехсвятского прихода и сугубо этого храма-памятника в честь всех святых в городе Минске. Задуманный в память павших защитников Отечества и невинно убиенных исповедников, он не мог иметь иного посвящения, чтобы никого не забыть. Еще в далеком X веке византийский император Никифор II Фока хотел, чтобы все убитые на войне были причислены к лику мучеников. Церковь, однако, не может это сделать формально, ведь на войне все умирают за Родину, но не все за Христа. Да, Церковь, слова Спасителя, нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих, действительно относит к погибшим. Она благословляет на ратные подвиги, на борьбу с интервентами, но канонизировать, то есть сделать эталоном, может лишь единицы. Однако мы верим, что их жертва искупительна, и души павших венчает сам Христос. Ведь больше и выше их жертвы ничего нет. Поэтому чтить павших и невинно убиенных – это естественное желание человека во все времена, и Церковь их чтит в общем сонме всех святых. Именно почитание всех святых представляет возможность сердцу чувствовать, чувствовать в другом человеке благодать Божией, видеть в нем отражение божественной святости и чтить эту святость в нем. В семье каждого белоруса, каждого жителя нашей страны есть погибший на войне предок. Но и каждый из нас встречал на своем пути людей, которые оставили глубочайший след в судьбе, но не своей собственной, с запахом тщеславия, а Божий, благодатный след. По кончине таких людей душу тянет не поминать их, как усопших, но обращаться к ним, как к живым, просить помощь, как у святых. Мне Бог некогда даровал видеть многих людей богоугодной жизнью. Он сподобил меня и мою супругу родиться в таких семьях и воспитываться такими людьми. Мне посчастливилось общаться со старицей-схемонахиней, ныне преподобной Манефой Гомельской, протеереем Николаем Гурьяновым, старцами Троица Сергиевой Лавры, Жировичского монастыря и насельниками многих обителей. Даже среди прихожан есть люди, достойных жизней. Из их глаз струится тепло и любовь. Каждый раз, когда мне Господь дает возможность совершать литургию в храме-памятнике, в пространстве, где незримо присутствуют все святые, и я выхожу с чашей на омвон, никогда не покидает это внутреннее ощущение, что имел в виду апостол Павел, обращаясь к общинам в своих посланиях всем святым в Риме, в колоссах, благодать вам и мир. И пусть за эти слова нынешние особо избранные в кавычках назовут меня ненормальными с клана святых или еще как-то прокнявают, чтобы досадить или уколоть, это все остается на их совести. Господь мне дал возможность и дар говорить, и сколько будет возможным, буду говорить только всегда от сердца. Мы сегодня радуемся празднику всех святых, потому что в святых находим пример, защиту, покровительство. Они наши ходатайи перед Богом, они наши самые верные друзья и учителя. Ведь каждый христианин настраивается на духовную жизнь не на мыслях прогрессивных людей в телеграм-канале, не на проповеди священника с экрана телевизора. Поверьте, это все вторично. А исследуя богатое и великое наследие святых отцов церкви. Вот именно для этого и нужна официальная канонизация, чтобы признанные духовные авторитеты были маяками и не дали утонуть в пучине чьих-то личных мнений. Вот давайте сегодня послушаем святителя Дмитрия Ростовского. Кому, как не ему, рассуждать на тему святости? Ведь он, можно сказать, лично знаком почти с каждым канонизированным нашей церковью святым. Его слово удивило меня тремя неожиданными ракурсами. Он спрашивает, «А чем мы порадуем святых?» Чьей памяти радуемся в этот день? А ведь правда! Ведь нельзя постоянно просить и ничем не благодарить. Святых обрадует больше всего наше появление среди них в небесном собрании, подготовленное истинным покаянием, прежде всего покаянием, и добрыми делами при жизни, отвечает святой Дмитрий. Но разве возможно стать святым? Далече от грешников спасения слышим мы в псалтире у псалмопевца Давида. И тут святитель приводит красивейшие слова из послания апостола Павла к евреям, где через поступки ветхозаветных святых описывается суть веры. Вера – это молодость без старости, ибо енох, восхищенный ею, доселе живет и не состарился. Вера – есть ковчег, в котором спасся вера. есть материнство чадородное, ибо верою Сара родила Исаака. Далее он вспоминает приношение жертвы Авраама, избрание Иакова, пророчество Иосифа, исход Моисея, битву Иисуса на Вина. Смотрите, как много великих похвал святой вере написал апостол. А заканчивает он список из святых кем? Блудницы Раав. Вера, говорит апостол Павел, стала единственным спасением грешницей. И святитель Дмитрий восклицает, святой Павел, неужели ты не мог пропустить ее и не полагать в один лик, в одно число блудницу и божьих угодников? Слушай же это всякий грешник и уповай. Вот твердая надежда на милость Божия. Тот час отбрось грех, сломай обычай твой злой, оплюй греховные страсти, попри их ногами, восстань покаянием, обратись к Богу, начни каяться, начни грехи. Ты же тот час не откладывая, тогда сам апостол Павел поставит тебя наравне с великими святыми, как Рааф. Какие потрясающие слова! притча? А в книге притч говорится, семь раз в день падает праведник. И святитель Дмитрий и тут заставляет задуматься, о мудрый приточник, запиши же грешником, а не праведником его, ибо если семь раз за жизнь упасть, истребится праведность. Но вот как важно не вырывать фразы из контекста. Хотя, конечно, у святителя эта фигура речи, но он себя же и уточняет. Семь раз в день падает праведник и восстает. Вся соль фразы автора притчи в слове восстает. Святитель Иоанн Златоуст вторит. Если грех придет к твоей душе, то да будет он гостем у тебя, а не жителем. Такой грешник, который после падения тот час поднимается покаянием, уже не грешник, но праведник, если бы даже ему случилось и часто падать. Однако есть люди и в наше время их не занимать, у которых греховная привычка превратилась во вторую природу. У них разве есть шанс стать святыми? И тут святитель Дмитрий обращает внимание на мольбу согрешившего царя Давида. Путь неправды отстави от меня и законом твоим, помилуй мя. Он в недоумении обращается к святому. Святой Давид, знаешь ли, что ты говоришь? Нехорошо ты говоришь, осудят тебя люди. Вот тебя судят и святой Авросий, говоря, не говорит Давид, отставь меня от пути неправды, но путь неправды отставь от меня. Исправь, исправься же, пророк Давид. Но Давид не слушает, вздохнув, он говорит Богу свои прежние слова. Путь неправды отстави от меня. Но разве можно отставить путь, где обитают разбойники от идущего. Ведь легче обойти опасность. Нелогично, невозможно, а Давид слезно умоляет. Этим он дает нам понять. Уже я, Господи, не могу отстать от неправды. Лучше ты сам, Господи, тот злой путь каким-либо образом убери и воздвигни меня к исправлению. И ответил Бог на горячие слезы. Какого места в лике святых будет достоин подобный грешник? Пусть судит кто как хочет. Я не стыжусь поставить его в лике девственников признает святитель Дмитрий Ростовский. Знаете ли вы, кто ближе всех следует за Христом Господом нашим? Сначала идут за Христом апостолы, которым он сказал «Грядите по мне», а далее идут позади Христа девственники, как их видел святой девственник Иоанн Богослов. Итак, позади Христа находится место апостольское и девственническое. И вот давайте же здесь вспомним и жену грешницу, которая ноги Христу омыла слезами. Святой и верховный апостол Петр, теплый ревнитель Христов, оттолкни от ног Христовых блудную женщину. Но не сделал этого апостола. И святитель Дмитрий восклицает «Стой же, о, жена, кающаяся истина, стой дерзновенно на апостольском и девственническом месте, ибо ты после долгой нечистой жизни, через внезапную перемену твою и истинное покаяние стала девицей, сестрой Христовой, невестой слова. Значит, и все другие грешники, хотя и не скоро, однако же, искренне и бесповоротно обратившиеся к покаянию, будут в лике девствующих с самими святыми апостолами. Наверное, более убедительно сказать невозможно. Вслед за святителем мне как никогда желанно сегодня призвать всех нас, дорогие телезрители, не сомневайтесь в возможности быть с Богом, входите в славу Его, будьте гражданами Царства Небесного уже здесь на земле, будем стараться быть истинными членами Церкви Христовой и для всех нас особенно сокровенно будут звучать слова перед причастием «Святая святыня», потому что и все святые в этот момент преклоняют перед жертвой Христовой голову. А вы знали, что и святые не до конца еще совершенны. Они, как и мы, еще чают воскресение телесного. На этом я сегодня умолкаю, чтобы сохранить слова до следующей встречи. буду следуя слову апостола Иакова просить у Господа мудрости. Помните, мудрость, сходящая свыше, во-первых, чиста, потом мирна, скромна, послушлива, полна милосердия и добрых плодов, беспристрастно и нелицемерно. плод же правды в мире сеется у тех, которые хранят мир. Мир всем нам, мир вам, дорогие телезрители. Все святые молите Бога о нас. Хранит